добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей второй выпуск после моего посещения аптекарского огорода мгу что на проспекте мира в москве не смогла удержаться сняла вам первоцветы весенние до выставку репетиция весны потом зашла в основную галерею здесь были орхидеи и немножечко про них поснимала но здесь на втором этаже суккулентная оранжерея и про нее я все-таки решила снять отдельный выпуск вот сюда вход работает она только по апрель месяц поэтому я решила что если мы с вами сейчас это не сделаем потом у нас уже не будет такой возможности я мне уже один раз как-то было несколько лет назад и я знаю что для всех любителей суккулентов это великолепное зрелище потому что они здесь не просто растут они еще сделаны композициями и я надеюсь что среди моей аудитории достаточно много людей которые любят эти растения которые используют их своих композициях в домашнем декоре ну и может быть даже в работе те из вас которые делают какие-то композиции на заказ или работают дизайнерами интерьеров поэтому надеюсь что вам понравится увиденное тем более здесь их реально невероятное разнообразие видов ну и кому понравится приходите для того чтобы лично полюбоваться еще полмесяца осталось потому что я говорю вот даже идея дизайна до идея композиций очень здесь необычные вот где смогу буду показывать название посмотрите как они видите с древесным грибом хорошо сочетаются вот там коллекционное отделение она за стеклом туда входа нету здесь соответственно композиция которую можно посетить и посмотреть вот юные художницы делают зарисовки а это смотрите какой-то бархатный прямо да это какое-то прямо природное волшебство но согласитесь очень красиво всегда саккуленты сочетании с керамикой и с камнями ну потому что они так в природе растут да на камнях и конечно в сочетании с камнями они очень выгодно смотрятся вот это тоже смотрите какой интересный сделаю камеру поближе этот на штампе прям как будто также достаточно большая коллекция кактусов там думаю что в какой-то период они начинают цвести и наверное в этот момент тут вообще очень интересно побывать вот это отдел асфаделовые насколько я понимаю тут много разновидностей алоэ не прошу судить строго прошу строго не судить точнее мой репортаж потому что я не являюсь специалистом по этим растениям показываю их вам просто с точки зрения эстетического наслаждения и любования следующая витрина это суккулентные аспарагусы и очень многих из нас растут они дома и кстати когда я с вами советовалась какие цветы посадить мне в тени на лестнице как раз вы мне их и советовали вот такой сорт у меня рос как-то в квартире и вот такой ну и во многих до учебных лечебных заведениях у нас растут эти растения но есть и достаточно редкие виды которых я например не встречала как вот этот вот вот такие посмотрите какие интересные толстячки вот эти лапушки такие кучерявые тоже очень хорошие это наверное такое большое алоэ наверное не знаю что это или каком тягова не очень я в них разбираюсь но они все какие-то фантастические согласитесь да когда они собраны вместе в таких количествах интересно на них посмотреть я когда была в таиланде в таиланде я как раз тоже ездила такое вот как бы оранжерею под открытым небом где очень много было собрано суккулентов кактусов и отдельно в саду орхидеи мы были ну я думаю что наверное практически все кто ездил в таиланд посещали в сад орхидеи согласитесь это невероятной красоты и зрелища вот я смотрю здесь как раз тоже сейчас проводится много фотосессий фотосессий а вот какие интересные посмотрите у них какой стволик потом листики растут да ну они сами по себе эти растения являются уже арт-объектами да и современных интерьеров будут очень хорошо смотреться и в то же время в каких-то интерьерах которые испанских греческих потому что хорошо сочетаются как я говорил с камнями и с керамикой как правило эти растения неприхотливы в уходе поэтому их очень как раз хорошо дома разводить особенно тем кто не имеет возможности много ухаживать за растениями часто их поливать там опрыскивать и так далее вот эти кактусы тоже у нас очень разная распространены ну вот такое мы с вами посетили сегодня оранжерею девушки очевидно собираются на фотосессию идти там что-то какую-то косметику готовят альбомы ну давайте еще немножко с вами пройдем по центральной оранжерея где орхидея еще посмотрим потому что после прошлого выпуска было много просьб подробнее снять орхидеи выходим из раздела суккулентов мы находимся на втором этаже оранжерея видно какая она высокая и есть прямо пальма которая под самый потолок растут но орхидеи которые вас так всех заинтересовали они находятся внизу поэтому давайте с вами пройдемся вот кала растут впереди и орхидеи у нас все эти цветы как домашние да исключительно в нашем климате вот это называется семейство геснериевые и тоже у них цветы такие прям похожи на маленькие орхидейки да здесь была орхидея которую я в прошлый раз когда снимала выкладывала в сюжет это ее цвет заинтересовал многих и хочу вам сегодня показать ее еще раз посмотрите какая у нее необычайная расцветка опять же когда была в таиланде в саду орхидеи мне больше всего понравились орхидеи темно-синего цвета но вот сегодня во всяком случае я пока тут таких не встречала вот очень красивая прям королевские белые вот такими орхидеями обычно украшают в гуме люди все фотографируют эти великолепные цветы а вот кстати ананас растет смотрите видите и вот этот вот даже ананасик пожелтел что значит тропический сад тоже интересная расцветка банан райский банан райский уходит в небо практически а вот это место мне нравится сейчас мы с вами посмотрим здесь вот все обычные фаленопсисы которые у нас продаются сейчас везде в магазинах во многих я думаю что из коллекционеров орхидеи почти все имеют эти расцветки в своих домашних садах или оранжереях вот это вот композиция с хищными растениями это растение хищники которые насекомых употребляют вот здесь даже предупреждают чтобы туда не лазили руками да а то сейчас так раз и палец откусит цветочек ну очень красиво сделана композиция прямо как будто это где-то в природе мы наблюдаем эти растения влажность определенная поддерживается художники делают зарисовки тут так ну а мы с вами сегодня орхотники за орхидеями в том числе да такая леопардовая прямо расцветка вот еще целая стайка фаленопсисов и вот такие розовые кала может быть я неправильно их калами называю но вот эти очень на фламинго похожи согласитесь и там кстати есть еще одна расцветка сейчас я подойду вам ее покажу и вы видите что все эти растения они конечно любят тепло и влажность вот подошла я поближе посмотрите какая красота вот подошла я поближе посмотрите какая красота а главное что вот в сочетании с этой необычной зеленью вот вместе именно они хорошо смотрятся согласитесь со мной ну конечно эти растения достаточно сложно правильно выращивать в домашних условиях именно потому что они любят определенный температурный режим режим влажности здесь миленькие такие орхидеи у орхидеев как-то не написано тут нету табличек поэтому не могу вам их ближе вернее название показывать но тоже вот интересная расцветка меня заинтересовала такие прям темные насыщенные цвета ну вот такие например мне нравится больше чем фаленопсиса мне кажется они как-то интереснее смотрится и не знаю как они не очень по моему распространены у нас любители орхидеи хотя может я ошибаюсь но всех сучу магазин я таких не встречала вот этих мелких вот здесь тоже создан какой-то природный водопад и рядом нас ждет такая нежная нежная расцветка прямо нежно нежно розовая а рядом вот какой-то сорт орхидеи которые как восковые цветы вот мне они больше нравятся чем фаленопсиса я ни в коей мере не хочу расстроить или оскорбить чувства любителей фаленопсисов вообще не считаю себя ни в коей опять же мере специалистка по орхидеям просто рассказываю какие-то свои ощущения какие-то свои впечатления об увиденном вот здесь прямо много как расцветок и вот здесь кстати что-то такое интересное синим цветочком но это не орхидея вот этот сорт орхидеи опять же очень распространен в таиланде они из него из них плетут приветственные венки когда приезжаешь такой тебе венок на шее вешают и такой сорт но это тот же просто другая расцветка тоже в таиланде они на каждом углу продаются в букетах прямо мы с вами попали на какое-то буйное цветение наверное сейчас сезон судя по всему точность сезон орхидеи потому что когда приезжаешь не всегда их тут так много вот для таких как я написано что это орхидеи семейства бронелевых это вот те меленькие которые мы с вами как раз обсуждали здесь они стоят в отдельной витринке большое количество их расцветок ну вот мне они как-то прям больше нравится посетителей сегодня достаточно много ну конечно на такую красоту полюбоваться поднять себе настроение прогуляться несмотря на то что сегодня будний день да многие видимо хотят да пока тут ходишь бродишь вообще забываешь о том что сейчас на улице снег лежит и зима вообще-то такая влажность что по-моему камера запотевает тоже такая разновидность фикуса у меня такой фикус в свое время рос высокий он такой вырастает его надо прищипывать но мы постепенно с вами уже продвигаемся к выходу надеюсь вам понравился этот мой такой небольшой обзор кто любит орхидеи приходите и успейте застать это буйство красок и цветения на этом хочу закончить мой сегодняшний репортаж нашу с вами прогулку по саду суккулентов и саду орхидеи в аптекарском огороде мгу что находится на проспекте мира в москве не забудьте подписаться на канал если вы смотрели выпуск до конца напишите какие именно сорта орхидеи нравится вам может быть есть какие-то какой-то уход до особенный которого я например не знаю поэтому у меня не получается не очень получается их выращивать вот ну и до новых встреч на канале ваш таш муляр пока пока м 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